в россии мне типа плохо жилось японцы вообще ненавидит иностранцев ребята всем большой привет добро пожаловать на канал хижина музыканта меня зовут раиль арсланов большой вам теплый привет из тая записываем на закате предпоследний день здесь и прямиком летим в казань до этого были в японии наконец-то посетил эту действительно классную страну добавил к себе в копилочку не только японию еще и сингапур летели с целью снять клип на песню дорога и его только что досняли прямиком вот здесь возле бушующих волн на пляже хукета вот скоро услышите увидите короче топовый клип получился заодно и попробовали сделать подходы к иностранцам японочкам но к сожалению они не знают английского языка как выяснилось поэтому контакта не получилось да и я был очень болезненном состоянии как только мы прилетели в японию я заболел поэтому целую неделю выкарабкался но в то же время мы сняли интервью с сергеем куваевым главным японским блогером из россии и самое главное ребята хочу вас пригласить на мои сольные концерты этой весной 24 марта игра в казани 31 марта в москве 2 апреля в питере будет невероятная атмосфера моей новой песни плюс все хиты гитара баян живой бэнд короче классно проведем время но сейчас лепите лайк подписывайтесь на самый музыкальный канал и погнали смотреть пока молодой пока молодой двигай за мечтой двигай за мечтой пока молодой все двери ногой по дороге в рай если ты со мной может не подойдем вот они смотрят на тебя hello girls do you speak english a little bit a little bit and do you know what is it in my hands harmonica harmonica oh yeah i can play okay for my youtube погнали делаем この москве в безусловно у посмотрите очень 聞ите очень очень спасибо 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 ты минутку да я буду играть на музыкальном инструменте, и вы тоже слушаете, и просто реагируете Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Действительно, умение играть на музыкальных инструментах позволяет легче коммуницировать с людьми, стать душой компании, да и в принципе это очень крутое хобби, которое благотворно влияет на психику и на мозги. И, пожалуй, самый популярный инструмент, на котором вы бы хотели научиться играть, это гитара. Ну а как начать, хочется без заморочек и сложностей. Сейчас расскажу. Скачиваем приложение Timbro на наш телефон, который позволяет учиться играть не только на гитаре, еще и на фортепиано, если хотите. Здесь два главных раздела, это уроки и песни. В первом разделе вы с полного нуля начинаете выполнять уроки. На ритмику, на слух, всякие упражнения, гаммы. В разделе песни вы уже учитесь играть мелодии, самых легких до самых сложных. Если у вас нету своей гитары или фортепиано, настоящий, вы можете играть на виртуальной. Временно, пока не приобретете. Довольно удобное и полезное приложение, поэтому закачивайте на ваш смартфон и начинайте учиться играть прямо сейчас. Ну а если перейдете по ссылке в описании, вообще получите премиум аккаунт со скидкой в 50%, где доступны все песни, уроки, упражнения без лимита. Погнали дальше. Сергей медитирует, сидит. Здорово. Привет, Андрей. Вот такая вот, друзья, встреча. Сергей Куваев, японский блогер из России, если можно так сказать. Прямо в центре Токио, там против сумки Луи Виттон. Да, да, да. Такая вот встреча у нас в последний вечер. Завтра мы в Сингапур, дальше в Хукет. Ну, неделя прошла. Неделя уже. А, ну вот Киота долго будет. Да, Киота, Осака. Так что, я думаю, в следующий раз можно будет подольше пригнать, когда визу дадут на подольше. Ну что, вот взяли по кофейку, сидим, пьем, общаемся на разные темы. В первую очередь, конечно, на тему Японии. Серега, хотел узнать, 15 лет назад, говоришь, переехал, что послужило причиной? Да, обычная история, просто заинтересовался Японией. Сначала Сейлор Мун посмотрел. Аниме? Да, 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 еще на черно-белом телике. А потом просто начал интересоваться языком, фильмами, книгами и так далее. Ничего другое не привлекало? Да, потому что тогда, в то время, я за границей никогда не был. И, в принципе, про границей вообще ничего не знал, как там, где живут. Да, и только из кино. А так вот Япония и увидела, и меня прям как-то это очаровало. Я уже сам не знаю, с чем это было связано, почему меня на Японии так очаровало. Игры, может быть, еще, когда были популярны в Final Fantasy, но в Байфазе, Калышо. Ощущалось все равно, что страна-то та, в которую я хотел приехать. То есть, поэтому меня ничего и не разочаровало практически вообще ничего. То есть, я примерно так себе представлял в Японии, когда ехал. Что так она примерно и будет. Не страшно было переезжать? Не, ну как-то так страха точно не было. Чисто было, знаешь, такое, ну, типа, а как, интересно, это будет? А, ну, первый визит был туристический, на короткий срок? Не, 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 поехал сразу. Сразу? Да, да, да. То есть, визу дали прямо? В школу, да, в исковую школу. А, можешь записаться и остаться, получается? Я когда ехал в Японию, я был уверен на 100%, что я уже не поеду обратно. Ага. Ну, 99. То есть, я в России ничего вообще не оставил. То есть, я все там куда-то раздал, там куда-то отдал. А сколько лет тебе было, когда уезжал? 25. 25. И из какого города? Из Путболского и Жуковского. Ага. Поэтому, да, да, как-то я думал, ну, вот, надо сжечь мосты. Потому что, если мосты не сжечь, то будет такое, ну, типа, как запасной аэродром, такое ощущение, и тебе это не будет мотивации. А я хотел именно прямо вот остаться в Японии. Мне вот тогда это была идея для меня, что я хочу именно жить в Японии долго. И получать весь этот опыт. То есть, мне не хотелось, знаешь, просто страну посмотреть. Я хотел именно жить в Японии. У меня вот это была навязчивая идея в течение, там, где-то 7 или 8 лет. Да вот она у меня образовалась где-то лет в 15, эта идея сформировалась, что я точно хочу в Японии жить. 16 где-то, 15 лет. И вот она шла, 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 эта идея. Институт закончил, да, там? Да, 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 я просто, знаешь, как говорится, в России я жил просто по накатанной. Колледж там какой-то уарской, потом из него просто институт. Как бы я не строил планов по поводу своей карьеры в России вообще. Я просто что-то там прикидывал, ну, вот, чем-то буду заниматься там. Пока в Японию не уедут. Ну, я и занимался чисто делами, связанными с Японией потом. Я вот после универа делал сценарии для этой программы, которая по Японии Банзай. Такой был первый журнал там про японскую культуру. Я для него писал сценарии. Вот, поэтому меня, в принципе, кроме Японии больше ничего не интересовало особо. А что, тут нравится больше всего в Японии? Да в целом жизнь. Как жизнь протекает. Люди. Японки. Ну, это мне все нравится. Я, как бы, я не этот, никогда не хейтил Россию, да, я не говорил, что вот в России мне, типа, плохо жилось. У меня в России нормально жилось вполне. Ну, просто я хотел всегда поехать в Японию. Ну, да. То есть, мне просто всегда хотелось куда-то уехать. То есть, я когда жил в Жуковском, мне хотелось в Москву уехать всегда. Вот. Когда я приехал в Москву в 15 лет, он начал учиться там, мне захотелось сильно в Японию дальше уехать. Вот после Японии мне уже особо никуда не хотелось. Ну, дзен поймал тут. Да, я уже понял, что я, в принципе, на своем месте нахожусь. Ну, круто, что с первой попытки получилось. Наверняка были те, кто приезжал потом. Ну, конечно. Конечно, большинство людей-то уезжает как раз, конечно. Потому что, как бы, какая бы там мечта ни была в Японии, большинство мечт разбивается от быт. Когда ты сталкиваешься с какими-то проблемами ежедневными. Если ты не готов их решать, если ты недостаточно коммуникабельный, недостаточно стрессоустойчивый, то ты просто не сможешь вот этот первый период жизни прожить. Потому что здесь, как таковой, нет какой-то диаспоры, которая тебе там будет помогать. То есть, ты сам себе это предоставлен. Если ты смог найти себе там круг общения каких-то друзей там и так далее, ну, у тебя будет круг общения. Если над ним не работаешь, у тебя не будет ничего. Ты будешь здесь в одно лицо сидеть, как бы. Там можно работу ходить. И, не знаю, может быть, так и не сможешь в общество вписаться. Японский язык, если не сможешь выучить, например, ты будешь себя чувствовать, вполне возможно, здесь одиноко. Да, да, да. Ну, как бы, ты не будешь полноценно понимать, что вокруг происходит, как бы, в мире. Рано или поздно тебе начнет казаться, что тебя себе ненавидят там. Или считают тебя за этого, какого-нибудь, за иностранца, за Гайзена. И, типа, ты укоренишься в мысли, что японцы вообще ненавидят иностранцев. Ну, рано или поздно, да? Если ты эту культуру не сможешь познать. А на самом деле, как к иностранцам относятся? Да, отлично относится, нормально. Если ты говоришь по-японски, особенно, то тебя будут принимать как бы из-за своего, в принципе. Никаких каких-то преград, барьеров, которые тебе будут говорить, нет, вот потому что ты иностранец, тебе нельзя. Нет, такого нет. Предрассудков нет. Ты можешь куда угодно пойти, записаться в любую секцию, прийти в любой кружок, в любой магазин, ресторан, устроиться на работу. Ну, может, на работу, может, не везде. Или могут тебе отказать в каком-то жилье. Вот это до сих пор в Японии осталось. Какое-то жилье у многих хозяинов жилья, у ленд-лордов этих, у них есть предрассудки касательно иностранцев любых вообще. То есть, они просто говорят, нет иностранцев, все, иностранцам не сдаем, и все. Пойдем, подойдем к этим. Не отходи от касты. Пастаев. Каким, не так? Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Я говорю, что-то есть, но... И что, как-то? Я говорю, что-то есть, что-то, что-то есть. Я говорю, что-то есть. Ну, давай, попробуй. Я должен в первый раз буду слышать вживую, между прочим. Я говорю, что-то есть. Я говорю, что-то есть. Спасибо. Как-то, как-то. Отлично. Я говорю, что-то идет. Как это делать? Россия? Почему ты понимаешь? Я рассказывал, что ты не слушал. Я слышал, что ты не понимаешь. Да, я слушал. В verdad, что ты не понимаешь. В общем, Россия. Ты правда? Ты думаешь, что ты думаешь, что ты думаешь? Ты думаешь, что ты думаешь. Италия? Италия? Италия, что вы делаете в итальянском. Италия, что вы делаете в русском. Да. Это было здорово. Спасибо. Ты слышал, что это такое? Да, это гармония. Но это было не так. Но я слышал, что это было в первую очередь. Если вы делаете в суток, то вы получите деньги? О-о-о-о-о-о. О, ганбаре! Я тумирный кондоль, да? Да, ганбарте кгдасаай! Остикайсава! Если ты говоришь на японском языке, ты вписываешься в общество без проблем. Потому что у людей стирается какая-то грань, когда они с тобой разговаривают на одном языке. Если они видят, что ты понимаешь все. И они сами, у них проходит некий стресс, когда, допустим, собеседник тебя недостаточно хорошо понимает. То есть, если у тебя навыки коммуникации развиты, и ты будешь языком, тебе очень просто вписаться в японское общество. То есть, здесь нет предрассудков. Ты можешь, в принципе, жениться, завести семью, устроиться на работу. Ну да, тебе будут, ой, там тебя смотреть, типа ты откуда там, да? Но не будет какого-то, знаешь, типа... Ну да, как обычно. Скорее, наоборот, у тебя есть возможность привлечь внимание людей. И для тебя даже будет проще какую-то коммуникацию установить. Потому что ты изначально интересен многим людям просто из-за того, что ты иностранец. Ну иностранцев не становится больше, как в других странах. Поэтому же они обычно недовольны, что много приедут. Ну конечно, конечно. Ненавидит иммигрантов, когда слишком много, когда они начинают закон нарушать. Да. В Японии, во-первых, ну не так просто попасть сюда на постоянное место жительства. Иммигрантов немного, здесь процентов. Полтора процента только иностранцев. Там, да, полтора-два процента. Их немного, они там особо не совершают каких-то преступлений, их особо так не видно. Вот. То есть нету гетто каких-то, где бы эти иностранцы жили бы все, да. Где бы эта преступность какая-то процветала там и так далее. То есть здесь от живого нет ничего. Пока. Неизвестно, как дальше будет. Но на данный момент этого ничего нет. Поэтому можно спокойно вписаться в любое общество практически. Я жил в самых разных районах Японии. На Окинаве, в других хитро... В Токио, в пригородах, везде. Везде можно нормально жить. Вообще в любом районе. В каких-то моментах, конечно, Япония отстает. Там у них бюрократия бывает такая замороченная. Много бумажной волокиты. Недостаточно все еще... Нету принципа одного окна. Когда приходится там в разные какие-то инстанции там ходить, бумажки собирать. Платить за эти бумажки деньги. Но это такое уже. Это все преодолевается, в принципе. В целом эта система работает нормально. Социалка нормально работает. Если в чем-то нуждаешься, тебе помогут в принципе. Понятно. А у японцев есть какие-то определенные сильные черты характера или принципы, которые отличаются от нас? Они в группе любят находиться. Они правила любят соблюдать. Им сложно отойти от какого-то привычного, от привычных паттернов, от привычной модели поведения. Им сложно отклониться. Поэтому они достаточно исполнительные в этом плане. Ну и к тому же они приветливые, дружелюбные, не агрессивные в основном. Вот. И вежливые. Опять же, да. То есть обратись к любому человеку. Он к тебе будет всегда... В подавляющем большинстве случаев он тебе будет попытаться как-то помочь. Ну да, заметил. Если у тебя какие-то проблемы есть, он тебе попытается помочь. То есть тебя во всяком случае никто не проигнорирует, если ты обратишься к кому-то. Угу. То есть им не будет такого... Ой, не-не-не. Плохого настроения не бывает что ли у них? Ну может и бывает конечно, но все-таки принято быть вежливым. Принято. Олег и другим там да, если чего, там извиняться. Как бы собеседника на уровне выше себя держать... Умм.. Очень сильно. Вы какими-то были? Какие? Да. Белый галки. Он и галки. Да. Музисян. Галки и я щелли, я это расскажу. Вот здесь Видишь? Играй А, играй Хармоник Там Играй Гуд? Гуд Как ты начинаешь? Я просто взяла их, но И ваипа очень крутая ты говоришь сначала что только гармошка когда у тебя битбокс еще до ага но это самый главный фишка да эти нормальные это не теплые да 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 и такие приветствия отзывы ну не было эффекта увала если так типа в былые времена и типа из 50 подходов я бы даже эти может и не взял бы типа то есть лучше реагировали ну да было мощнее японцы то они вообще сдержанные по большому счету но те-то взорвались твои первые да да ребята приезжайте в японию путешествуйте может и захочется и пожить в японии пожить за границей это же сейчас там такая в россии тема что типа если взять за границу значит это сбежал там куда-то но я считаю что опыт как опыт все равно хорошо за границей пожить просто полгода год дать это новый опыт расширяет кругозор 100 процентов много нового узнаешь конечно любая и люди другие у тебя челлендж какой-то для тебя свои качества себя начинаешь узнавать лучше потому что в первую очередь себя познаешь когда к новой ситуации какую-то до новых обстоятельств находишься я себя познавал в японии уже я примерно помню каким я был когда я в россии но мне кажется я уже вторую какую-то личность себе взрастил будучи в японии чушу так или иначе как бы преодолевая вот эти какие-то трудности тогда привыкая как бы к этой жизни и так далее поэтому в принципе нормально в японии хорошо в японии можно жить ну конечно надо быть целеустреленным человеком то есть если ты просто приехал это теряешь время болтаешься там где-то просто тогда ты разочаруешься скорее всего я вообще приехал ни одного человека не знал японии вообще нет здесь все с нуля но зато другой стороны хорошо составляет все сам познал до себе как новую жизнь для себя начинаешь что может быть новым человеком любым выбрать себе любое какое-то амплуа да да как готова сдать в игре то создаешь ну что вот я и дома в казани в родных пенатах начинаю сейчас подготовку к моим сольным концертам марте поэтому чтобы не жалеть ни о чем приобретайте билеты заранее их становится все меньше мероприятия будут действительно масштабными а у меня здесь все еще jingle bells вот напишите в комментариях как вам выпуск обязательно поставьте лайк потому что я старался и ждите от меня еще клип на песню дорога и влог из японии и скоро увидимся всем пока